Как взаимодействовать в чрезвычайных ситуациях и предотвращать происшествия? Сегодня в Красноярске подводят итоги года спасателей. На прямой связи со студией наш корреспондент Денис Денисов. Он находится на совещании МЧС. Денис, здравствуй. Скажи, какие уже итоги обсуждения? Виктория, здравствуй. Но я могу сказать, что высшее руководство МЧС в первую очередь интересует планы на будущее, нежели подведение итогов каких-то дней минувших. Так, в частности, начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденком очень много времени посвятил системе оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. И, как ни странно, он ее называет устаревшей еще в прошлом веке. В первую очередь, речь, конечно, идет об отдаленных и малых населенных пунктах, но частично и Красноярска. По его мнению, она мало того, что устарела с технической, так и с моральной точки зрения, поскольку она информирует в основном только о факте какого-либо чрезвычайного происшествия, нежели о его характере, а тем более о том, как нужно себя правильно вести населению. Это касается и запоздалых СМС-оповещений. Вот для того, чтобы как-то модифицировать эту систему, планируется подключать все современные технологии, в том числе интернеты и мобильную связь. Также им была прокомментирована ситуация вокруг упавшего вертолета Ми-8. В частности, та информация, согласно которой свидетели говорят, что якобы спасатели подоспели на место трагедии несвоевременно и как-то не совсем корректно была оказана помощь. Эти слова руководство МЧС называет ничем иным, как наговором и спекуляцией на животрепещущей теме. По его мнению, специалисты оказали всю необходимую помощь, работали в полную силу и результат их действий он оценивает как в высшей степени удовлетворительным. Была также затронута тема лесных пожаров и пала травы, в частности, как можно будет этих ситуаций избежать в году грядущем. Все мы помним трагедию в Хакасии, каким последствиям она привела этим летом. Здесь какой-то конкретики названо не было. Единственное было отмечено, что для того, чтобы увеличить эффективность работы в этом направлении, будут частично переоснащены спасатели какими-то техническими новыми средствами. Опять же, никакой конкретики и сроков не сказано. Ну и также было дано такое моральное наставление, в первую очередь, спасателям работать на предотвращение чрезвычайных ситуаций, нежели их устранение. Виктория. Денис, спасибо. Это был Денис Денисов с совещанием ЧЕСТНО. Продолжение следует...